Мы родились в этом материальном мире. Это определенная среда. Это определенная среда, к которой мы уже приспособились и привыкли. И это среда для души, для вечной души, для вечного живого существа. Она не характерна, она чужда, просто чужда. И вот в нашей жизни появился некто, который говорит, ты знаешь, конечно, здесь хорошо, но я знаю берег и знаю другую среду. И ты можешь окунуться в эту среду, в другую, другого как бы плана, среда. Ты можешь туда окунуться. И у него есть, у него есть, или может быть, скафандр и кислородный баллон. И он говорит, давай ныряй, давай ныряй, ныряй. И он раз вместе ныряет и он приспособлен. И он вдохнет сам, там, под водой, там, под водой. И дает тому, кто рядышком. Дает тому, кто рядышком. Вдохни, вдохни, вдохни. И таким образом, тот, кто погрузился, он может в этом оставаться. Но это еще не рыба. Это еще не та личность, которая уже приспособлена оставаться в этой среде. У него еще нету того приспособления. И через некоторое время, в эти дожди, выбрасывают дождь. Вынуждены, вынуждены просто, ну, нет этого приспособления. Я бы хотел. Извините, извините. У меня есть, у меня есть, как бы, еще другие обязанности. Другие обязанности. У меня есть другие обязанности. И на воду раз, вверх с воды, раз, на воздух. Дышим, дышим. Мы еще, нам еще нравится здесь. Здесь нам еще нравится. Мы отдышались. Нет, там, там, под водой. Чем лучше, тем более, как бы, необычно и, как бы, захватывающе. Давай-ка я нырну. И он еще раз, может быть, со скафандром, может быть, без скафандра, может быть, маски, может быть, без маски. Но он ныряет. И какого-то времени хватает. Ему хватает. Экстаз, экстаз, вы посмотрите. Как? Я нырнул. Нет, как это? Необычно. Как это? Как это? Духовно. Все блаженство. Блаженство. Но, опять-таки, Та природа, к которой мы привыкли, она составляет выталкивать. Не хватает. Мне не хватает. Мне не хватает того, к чему я привык. Воздуху. А жаб пока не появилось. И мы часто очень так пробуем. Еще. Появилась или не появилась возможность оставаться там? Нет. Раз в этом. И вот этот материальный мир, это другая среда. Мы должны приучиться. Мы должны приспособиться к той среде. Так вот, общество преданных, общество преданных, это та среда, где вы те личности, вернее, вот так можно сказать, где вы имеете возможность в той среде у кого-то поддышать. Просто мы имеем поддышать. Да, вдохнуть. Контрабасом. Легально или нелегально, но мы это самое, как бы, иногда мы выхватываем у кого-то и говорим, слышь, ты обогрел, я же тоже хочу. А иногда нам очень любезно и как бы подружески делиться на она тебе не хватает, вот воздышка, она оставаться здесь, пока в этой погруженности. Так вот, среда преданных, это с одной стороны очень необычайная личность, и с другой стороны, вот я, как раз недавно, мне надо было оформить визу на Украину, просто оформлять эту визу на Украину. Представьте себе, что для этой визы нужно было один документ заполнять, другой заполнять, там, страховку сделать, взять справку с банка о том, что у тебя определенная сумма на счету, то есть ты просто, ты должен иметь вызов, если ты не в фирму идешь, понимаете, очень много надо бумаг. Так вот, в духовном мире тоже нужна виза. И бумаг, поверьте, не меньше. Намного больше бумаг. Там требуют и такого процесса, что большую часть этих бумаг нам вообще не оглашают. Нам говорят, нужна вот такая бумажка, приди и мы тебе сделаем визу. Ну, вот такая система. И мы начинаем с этой бумажки, мы приходим и говорим, мы повторяем с этой имена. Или мы стали вегетарианцем. Говорят, нет, еще нужна эта бумажка. С этой бумажкой мы приходим и а у тебя не хватает. Это очень бюрократическая вещь. сделать визу, сделать визу, оформить визу туда, в духовный мир. Это не так просто. И вот преданные, преданные, это те, которые показывают, какой бумажки тебе не хватает. эта организация, она как бы толкает, что видишь, видишь, слышь, дорогой, давай оформляй эту бумагу. да? Да? И вот это возможность, зато это возможность, зато это возможность когда-то нырнуть и больше не вынарять без этой надобности. Вообще, то есть погрузиться и там как можно глубже, как можно глубже нырять и наслаждаться той средой, натуральной средой живого существа, не не фальшивой, не двойственной материальной жизни, а именно тем, чем должно бы наслаждаться живое существо. И этот материальный мир, он удивительный, он все время нам предлагает, предлагает, предлагает конфетку. Возьми конфетку такую. И представьте себе, что сколько мы берем одну, вторую, сколько конфет, даже за одну жизнь мы уже разворачивали. Вот эта конфетка точно, она классная. И мы попробовали, вроде бы она, да, классная, а потом на вкус разжевываем. Знаете, бывает очень часто какое-то блюдо, нет, нет, явно слишком много перца. Бывало такое? Бывает. то есть этот материальный мир, он все время, все время с вот таким обманным вкусом, все время эти конфетки в большей степени, это, я, наверное, только про себя скажу, что в большей степени это фантики. Взял это, здесь-то ничего и нет. А если есть, засунули в рот, пожевав, ой, конфетка, то что я вообще ее-то и вот материальный мир, это та среда, где нету обмана. духовный мир, извините, пожалуйста, потому что в материальном мире на каждом, на каждом шагу, на каждом шагу мы рассчитываем, что вот эта конфетка точно нам подойдет и она сделает нас счастливыми. Искусив ее, как бы попробовав или съев ее, мы точно будем счастливые и сытые. Но нет. Иногда мы съем эту конфетку, мы еще больше как бы разочаровываемся. Был случай недавно двое молодых людей и я подхожу с книгами. Молодой парень, 16 лет, самое большое. Я только подошел и хотел сказать, вот, пожалуйста, это духовные книги. А он говорит, Санек, прошу любить и жаловать. Люблю музыку, девушек, что-то он еще сказал, я не помню точно, что-то он сказал. И я посмотрел на него и говорю, «А я предлагаю вам духовные книги». Он сразу так знает. «Нет, это меня вообще не интересует». отходя, посмотрел и говорю, «Ну, когда Санек будешь вешаться, вспомни слова, что это делать не надо». И это его, как горячий кипятком, знаете, как кипятком ошпарило. Он вскакивает, он вскакивает, он такие глаза, я думал, что он хочет драться. Знаете, сначала как бы Санек проснулся тут, и он смотрит, глаза большие, он смотрит, а как это можно знать? То есть девушка, которая была рядышком с ним, она смеется, она смеется, ей весело, и весело, и весело. Но, этот материальный мир, он мир обмана, мир надежд несбываемых. Мы ждем, мы рассчитываем, что в жизни станем удачными, нам получится быть счастливыми. Вы посмотрите, вы проанализируйте, как это живут все, и даже, как мы раньше это делали. Ну да, я достигну. Они просто не понимают. Мои родители, они глупенькие, они просто не понимают ничего. А вот я, я-то точно и грабли ничего. Те же самые. швилапрабхупадаким? Да. Вот он нам дал возможность, он нам дал возможность самим быть здесь. Тот, кто разумный, он всегда найдет возможность где-то подышать, оставаться в этой погруженности. Тот, кто проявляет разум и старается сделать то, чтобы от него Господь сейчас Кришну давал. Тому всегда хватит воздуха, ему не надо будет, его не вытолкнет. Его не вытолкнет. Да. И в этом смысл нашего общества. Самому стараться в этой среде дышать и помогать тому, кому воздуха их еще не хватает. По большому счету наставник это тот, кто умело приглашает в эту среду и предлагает иметь такой аппарат самому. И те усилия, которые прикладываются они стоят того, чтобы этот аппарат РЕЙСКИ 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 чтобы этот аппарат у нас все-таки появился. Харе Кришне. Харе Кришне. Харе Кришне. Есть такое, что этот аппарат, может быть, где-то у нас лежит дома. Мы ее не видим. Нет, мы просто его им никогда не пользовались и никогда даже инструкции не читали. Может быть такое, что где-то у нас все-таки этот аппарат есть. Может быть даже такое, что когда-то мы уже пользовались, а сейчас чего-то не хватает. Либо регулировки давления воздуха, либо заправить баллоны, либо заменить какую-то трубку, либо клапан подремонтировать. Когда какой-то штрих не хватает, какого-то нюанса не хватает. И я вижу, как преданные сейчас приходят и они уже имеют. Он немножко чем-то еще не исправлен, но сам вот этот аппарат уже у них есть. У них есть. Шлила Прабхупанки! Я! А вы можете показать их тут? Ну, в кого? В тебе! И в него! Это не важно. Это не важно, в кого они есть. Нам не важно. Надо понять только, что все равно мы можем оставаться в этой среде не самостоятельно, а только тогда, когда какой-то большой баллон туда опускается вниз и заправляет наш баллон. Понимаете? И не важно, есть ли у нас баллон или мы дышим другим аппаратом с другого, ну как бы не своим баллоном. Это не столь важно. Самое важное, самое важное, достичь, достичь вот этого, этой цели. Привыкнуть к этой среде. Даже не привыкнуть. Самое важное, приобрести то желание в жизни оставаться в той среде. Самое важное. И как только у нас будет это жгучее желание, все. Все. Это жгучее желание сделает, сделает свое дело. Найдется человек, который скажет, я тебя оплачу. Я тебя оплачу. Я тебя оплачу. Спасибо за внимание. А з матеріально точки зрения, да. А з матеріально точки зрения? Вот, да. Якщо подивитесь з матеріально точки зрения, то... Треба зрозуміти, что Господь до нас весьма милостивит. Если он нам что-то не показывает, або не дает, то сам он сам милостивый. Если у нас какие-то страдания, представляете, насколько мы милостивы перед Богом, что мы уже заслужили эти страдания, какие-то блага от страдания. Здесь эти страдания, пройти через них, и страдания, посмотрите, какие страдания выпадали на долю героев, героев Магабара. Посмотрите, я помню, читаючи, даже не понимаю наши такие страдания, когда ты убиваешь своих родителей, то же невыносимо. Когда, ну, можно, ну, тысячи прикладов, Шримад Бхагаватам с Бхагад Гиди. И эти страдания показывают, что Господь до нас милостивый. Он показывает то, что мы все-таки уже готовы на эти страдания, потому что больше страданий, чем мы можем вынести, не выпадает на нашу долю. Представляете? Тобто, тот, кто мил какие-то пробуждения, должен, особенно если серьезно, должен радиться и благодарить Богу, что я смогу отримать эти пробуждения. И так, как говорила одна из очень знаменитых людей того века, что Господь, я понимаю, что ты не даешь никогда больше страдания, чем может вынести живая истота, но мне кажется, что ты мне занадто доверяешь. Так что, смешно, то всех нас касается, то всех нас касается. А я хочу развернуть такие отношения с Верховной, с Верховной человеком, чтобы научиться доверять ему, чтобы точно знать, что он посылает тебя на Олимпиаду. Чтобы не думать, что может карма какая-то, чтобы знать, что он присутствует во всем мире. Чтобы доверять. Как это происходит? Чтобы сомнений не было? Чтобы понимать, когда что-то из жизни приходит. Те или иначе. Великое или маленькое. Чтобы сразу асоциировать, что это его воля. Чтобы сразу сгадывать, что это твоё желание. Ого, ты захотел, чтобы я прошел или я прошла. Но асоциировать с ним не с каким-то своими, не с умом, не с несчастями или неудачами. А с его желанием, чтобы сразу асоциировать? То есть процесс. То есть процесс, который полностью зависит от близости нашего общения с ним. Насколько мы доверяем и верим. В первую очередь доверяем и верим. Насколько наша вера сильна. И как только эта вера будет сильной, на каждом кроце будет подтверждение. Как раз было так, что мы в машине ехали. Я рассказывал випадок буквально, буквально совсем декілька годин тому назад. Мы общаемся с одной семьей. Семья. Мы общаемся, и через некоторый год они уже собираются идти. Я говорю, что «Почекайте, я должен что-то с вами дать». Я даю в одну, другую, третью и четвертую. Я говорю, что с семьей держится на нее. Я вижу, что она так делается. Я говорю, что «Пожалуйста, возьмите это». И дав я ужин, не знаю, что такое. То есть капли для очей, для зор. И такой смех. Знаете, истеричный. Истеричный смех. Ах-х-х-х-х-х-х-х! Выяснилось, только четыре дни тому назад человек слушала лекцию к аюрведисту, где хотела узнать, что бы помогало поправить свой з smartphones и узнала, что уджало. Представляете, то есть уровень, когда уже человек верит и делает все по возможности улучшения отношений, и тогда он показывает, слушай, я рядом, я рядом. Знаете, в жизни многих людей было столько, которые имеют отношения к Богу, не на уровне веры, а на более высоких уровнях. Были такие случаи, где просто не можно было объяснить, как могло так статися. Материалисту нема возможности даже поверить в такие вещи. Просто нема. И то, то его подтверждение, без его подтверждения, веришь, что я рядом. Видишь, я рядом, я все за тебя, около тебя, я все уважаю, я переживаю, ты для меня не пустое место. Ты не пустое место, ты для меня дорога, дорога, то процесс. И на тому шляху нам просто надо продолжать, и мы побачим. Я думаю, что сейчас, среди видных, можно тут почути не один десяток, навіть не одну сотню прикладов из их жизни. И они скажут, чудеса, чудеса, чудеса. За всеми теми чудесами строить его вынес, его турбота проносит. Он же турбуется про всех, он же турбуется про всех, то треба не то, что знать, не то, что знать. Вот я сьогодні, мы уже то, как мы подкреслили, что Шримад Бхагаватам, то есть подручник математики, который дает задачи, а в конце задачи есть ответы. И Шримад Бхагаватам, Бхагават Гита, то есть все, задача с одной стороны для живого истота, умова задачи и ответы к той задачи. И мы знаем, мы знаем эти ответы, но просто знать эту ответы, мало. Знать просто эту ответы, ничего не знать. Треба знать, как на самом деле система, яка система решения той задачи. Как прийти до того решения, которое нам дано. И вот наше життя, то как раз мы пробуем, мы пробуем вирішувати, чтобы решение той задачи, нашей задачи, которую мы решили, это «спевпало» с ответами. Спевпало с ответами. Точно, точно не треба звертати увагу на недостатки. Точно не треба критиковать. Точно треба тільки повторювати святые имена. Треба залишатися в тому суспільстві, где идуть, прагнуть до Бога и где прославляють Бога. Точно! О, тому, ой, вирішив, вирішив. Тобто одна за другою задача, вона не просто повинна не знати відповідь, тому що подивилися відповідь, тому що ми знаємо систему, як вирішити ту задачу. І тоді ті знання будуть реалізованими. Наше життя не буде життям чиїсь, когось. Розумієте? Бо так ми живемо... По тому шаблончику, по тому шаблончику. Не своє життя. Не своє життя. Не своє життя. І перенародження по великому рахунку, що таке смерть і народження, то якраз відповідь Бога. Неправильно. Неправильно ми вирішили задачу. Неправильно. Неправильно. Тобто перенародження то якраз є. Неправильно. Чого так жорстко? Нам не вирішив, що бачить. Вирішив тіло собаки. Томилося. Неправильно. Живо Прабхупадовки? Так. Ну що, пірга? Так. Запитання. Вирішив тіло. Ну, можливо, повинні, важко висне. Вирішив тіло. Вирішив тіло, що дитомне життя, клавний період часу, ну, починається дуже здорово, багато ентузіазму, багато авансу, багато запасу. Коли починається робота Мексубору, багато хто боїться наряти дуже глибоко, тому що починають впливати дуже серйозні речі, а з ними треба справлятися. І питання в чому? Як все-таки зробити своє духовне життя максимально серйозним, де взяти силу, де взяти стимул для того, щоб кожен крок був осознаний і не боятися розкопувати все, що там, все, що мішає? Коли людина влаштовується на роботу в серйозну організацію, то організація пропонує певну нагрузку, певні дії, але та ж сама організація, вона бере на себе компенсувати всі витрати. Так, всі витрати. І на перших порах, може, не так легко буде отримати компенсацію, от я там ще не передбачено щось потратила на вашу організацію, розумієте? Там щось ще зробила додатково, то не враховувалася, але я, якби, а десь я щось потягнула з тої організації, розумієте? Тобто нема можливості ні обманути, ні бути самому обманути. Нема можливості. Все, все враховується, все враховується. І тут нюанс тільки в чому, що наскільки ми бажаємо, наскільки ми бажаємо залишатися, і наскільки ми чесні перед собою, наскільки ми правильно використовуємо ресурси тої організації, і ті ресурси, які даються для інших, так можна сказати. Бо присвоювати ті ресурси строго забороняється. Ні в якому разі. Як тільки іде обман. Ви знаєте, я беру оці гроші і відношу тому, тій особі, яка з фірмами має договір. І якби, якщо дала, то дала частину, невеличку частину. Решту все собі залишила. Такий обман організація буде пересікати. І навпаки, якщо особа якось дуже чесно виконує і служить тій організації, то організація через деякий час повищує зарплату і більше довіряє цьому працівнику. Бо всіхчасно і він старається. Так що, просто треба продовжувати. З часом нам можуть повищити заробітну плату, з часом можуть повищувати кваліфікацію, рівень нашого положення. Ти зарекомендував себе як класний дистриб'ютер, тому тебе назначаємо старшим по дистриб'ютерах. Такі нюанси, вони чимось нагадують матеріальний світ для живої істоти. Не зміг відповісти. Просто треба продовжувати працювати. І навіть коли зараз ваша оплата не задовільняє, тобто оплата вашої організації, в якій ви працюєте, не дуже задовільняє вас або вам якось не вистачає для життя. Треба просто продовжити і дуже короткий час у вас врахується ваше зусилля, ваш вклад, ваше старання і буде підвищена зарплата. Можна шептати? Так, будь ласка. Ти якби прийшов робочий, звичайно три роки треба робочому розкладувати по полочках, а тут ти щось таке починаєш робити і начальник так ти буде довольний. Хоч ти не заслужив, але він тебе в інший кабінет переводить. Віталі, хто нам поки оставить, куди такого відпустять? Ні, побуде ще до себе. То куди ж такого в інший кабінет? Ну, в свій кабінет. В свій начальник роботи тут. Вже й не хотів би, але все одно пошлють. Саме найбільше задовільняє смирення. Смирення. Говорять, що в одному із епізодів життя, ну, звичайно, брата в Бозі Шиле Прабхупада. Я не пам'ятаю точно, кого не можна зараз спекулювати. Спитали, скажіть, будь ласка, яка найважливіша якість? Він сказав, що взагалі немає ніякої якості, ні одної, яка би просто одною якостю духовний світ і мати відносини з Богом. Але єдина, яка може приближати і його задовільняти, то є смирення. Смирення. Не таке смирення! Не таке смирення, що... Прибитись. Гарри Кришна. Тобто смирення там, в серці. Тобто смирення. Він дає спокій в розумі. Він дає спокій в розумі і найбільше задовільняє. Найбільше задовільняє. А що мішає? Я вже давно хочу спитати, що мішає проявленню цього... Підбитість. Підбитість. Що мішає проявленню? Ви кажете, чим більше довіряєш, тим більше він проявляється. Перед цим ви відповідали. А що мішає більше довіряти? І що мішає проявленню от самого цього прийняття його волі, бачення його волі у всьому. Що мішає? Своя власна думка, чи за велика думка, що ти все вирішуєш? Що мішає? Я мішаю. Я мішаю. Вона таке, я ти має бути, щоб не мішала. Або не бути. Тому ми і тут знаходимося. Я не знаю, чого я говорив в прошлый раз, коли я був. Представьте собі, що є поряд істота. З життя в життя. І було таке, що він поряд знаходиться і говорить, слухай, ти мені довір свою квартиру. Я за нею буду дивитися, я за нею відповідаю. Я ж тобі не ворога. І раз ми довіримось цілому, раз квартиру. Довірили своє житло. Слухай, довір свій заробіток. І раз на його рахунок приходить наш заробіток. Слухай, довір нам своїх дітей. Тобто все, що в нас є, все, що в нас є, як є благо, він має на все першу владу. Першу владу. І тепер, коли він має владу, він говорить, треба робити так. І я думаю, що я роблю сам так. Тому що то мені вигідно. Ну ні. Тому що той, якому я переписав всі, все на дорученні, зрозумієте, зараз всім володіє. І от якраз такий нюанс, що життя відданого то є плавне спілкування, де ми ті доручення забираємо. Слухай, тобі тут довіряти взагалі не можна квартиру. Ти подивися, тут підселяється, хто хоче. А мої гроші? Ні, дорогенькі, ні. Тобі довіряти не можна. Саме найбільші вороги, саме найбільші вороги кожного, хто існує в матеріальному світі. Вони всередині. Почуття і розум. То є той, хто грабить. Граб... До ниточки! До ниточки просто... Бомж! Бомж! Грабить без... Притому немає пощади. О, я би... Оббирає. Оббирає. Бо всі доручення, вся влада в нього. І ми думаємо, що то непогано. То непогано. А що погано? Що хіба то погано? Ну, подобається мені то-то робити. Я... обдираю. Просто... Тому духовне життя то є... такий... період, де забираються ті уповноваження. Де забираються ті уповноваження... в того, хто грабить тебе. І кому надаються, чому надаються, куди повертаються. З чим рівняється? Щоб ми знали, що шаблончики не жили. Щоб ми зрівнялися з тим, як треба. Ще от... з правильною відповіддю вагове там. Там забрали. Це ж по якомусь серцю треба робити чи як? А серце то почуття чи ні? Як воно має очиститись, щоб воно не було на рівні почуттів, а було на рівні... Ну... Певні рамки. Просто треба мати певні рамки. То є рамки. І для нашого шляху, який пропонує... Шріла Прагрупада, він говорить. Повторяйте. Гри Кришна! Гри Кришна! 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 Гри Гри! Гри Рама! Гри Рама! Гри Рама! Гри Рама! Гри Гри! І от зосередження на тих звуках воно виводить. 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 Уповноваження і власть грабителів. Забирає. І дає власть розум. Тобто дає оповноваження вже в нашому існуванні такому вічного... Чистого. Чистого. Молити. Мантри. До того, що з часом очищує. Очищує. Виганяє грабителів. залишається за межами впливу над нами. Ну, є, наприклад, вчора на вокзалі ми бачили там, будь обережний зі своїми матеріальними благами. Бо хтось може забрати. Так от, вся духовна практика, вона завжди попереджує. Не діліться, не діліться з злодієм. Не діліться з злодієм. Не треба з ним ділитися. Якщо ви зараз не маєте можливості обійтися без злодія, то хоч би діліть йому, виділяйте йому невеличку частину. Все, не довіряйте, бо він злодій. Звуки мантри. Помагають. Помагають нам мати силу. В кінці кінців позбутися злодієм. Так. Шила Прабхупа. А я хотів сказати, що от серед нас є людина, яка зовсім недавно отримала посвідчення. Яка старається звільнитися від своїх грабителів, від своїх злодій. Хто це? Апарат, яка достала. Апарат підводного дишання. Так, так. Вона старається. Вона, напевно, вже отримала свій власний апарат. І хотілося, щоб вона зараз представила своє нове ім'я. Радха Чандріка Девідасі. Радха Чандріка Матаджа Кі. Джа. Шила Гурдева Кі. Джа. Що означає Радха Кі? Джа. Можна її поздоровити, бо насправді це є надзвичайна подія для живої істоти. Незвичайна удача, де ми маємо можливість з часом більше не виниляти. Зараз, напевно, ще такий період, де ви користуєтеся… Бурбулятором. Є такий шанс. Посвідчення, ініціація означає, що я серйозну заявку вже дав. Уже по перці. Уже декілька. Уже здано. Чоловіки, дорогі, ми з вами Магараджики. Так. А переслухаю. И как раз про этот аппарат я хотел спросить. Покажи его. Если нас включают, например, этот аппарат, или даже если он у нас есть, то вопрос в том, вы сказали, что если есть какие-то наставники, и они нам дают сам этот кисень, то они хотят, чтобы мы в будущем сами стали помогать этим же киснем. И как именно они должны делиться этим жизненным миром один с одним, так, чтобы они действительно могли прогрессовать и та, и та человек? Как мы можем делиться? Здесь нюанс в том, что представьте злодия, который подходит до того, кто на улице просит. У него не подходит. Почему? Потому что у него есть мозги. У него и так нет. У него и так нет. И я развиваю ту тему, что каждый человек может делиться только тем, что у него есть. Только тем, что у него есть. Если у него нет, то чем можно поделиться? И это первый нюанс. Поделиться можно тогда, когда у него есть. Это первый нюанс. А по-другому представьте себе, что здесь часто бывают такие случаи, что один до одного подошел, до другого подошел, до третьего подошел и собирает, собирает, собирает. И он уже не собирал так немало. До него плани есть. У него свои особисти плани. Свои особисти плани. И до него подходят. У кого руки пустые? У кого руки пустые? А мы так говорим. Мы сами у меня встречаем. Где это? У меня есть свои плани. Приватизировать. Что-то приватизировать. Не все, извините. Я еще до конца закончу. Так вот, если мы хотим делиться, то в первую очередь мы должны понимать, что если у нас есть что-то, то нам дано от парампера, от духовного вчителя. И я ни в каком разе не должен иметь какие-то свои плани. Как только у меня закрадается свой план, это очень опасно. Очень опасно. Так вот, все наши плани должны которые должны заинтересоваться с тем, кто подает. Это первая вещь. Это первая вещь. Так сложная ситуация, что мы говорим одно, а живем иначе. В большей степени мы стараемся. Но даже одна небольшая ошибка, чтобы другие расчарились. А я так доверял, я так доверял. Тому просто надо стараться, стараться иметь эту чистоту, стати чистою. Стати чистою и безкорисно. Стати чистою. Чтобы то, что мы хотим что-то дать, чтобы тот, кому мы даем, с удовольствием взяли. С удовольствием взяли. С удовольствием взяли. Когда он видит, что если мы что-то едем, то что-то действует. Мы уже готовили, просто добавили больше риса и то было в Пуре, он сам из Пуре. И вот когда он сел, когда он сел, он берет, и он начался, он просто начался так есть и так, что знаете, мы все там были. Мы смотрели, и у меня в самого вкус, аппетит развил, потому что это очень вкусно. И охота самому, скорее попробовать, потому что он так то, что не можно было терпеть. Ты думаешь, ну когда, а я уже не съедал, потому что традиции ты должен был раздавать, а тем больше, что он пришел уже в гости. Добрый там был. Сколько там было человек? Честорый, пятый. Пятый, так. И ты уже думаешь, тоже хочу, хочу попробовать. И вот когда люди, люди, когда видят счастливую человеку, они сами хотят стать счастливыми. Они хотят попробовать, как ты стал счастливым. Ясна справа, когда они видят неправильного, неправильного, неправильного. Энтузиазм. Энтузиазм как-то практиковать и надихаться той практикой. Стоint festRobarin. Энтузиазм. Энтузиазм так? Галерас. А так? Энтацова, когда ты счастливый. Когда ты действительно чувствуешь. А когда ты действительно так заполешь. Я помню, как я первый раз увидел Камала Мала. Камала Мала – это старший учитель Харакиша Махараджи. Он был тогда старшим ББТ самим Армениным, очень необычным. В конце 1990 года Камала Мала приезжает к нам. Когда он приехал, его посмешка, его настроение, его аккуратность. Всегда руки, всегда очень внимательно, очень внимательно. Он был в ББТ, старшим ББТ, вообще СНГ. И когда я начинаю, я тогда только дыхал через апараты других. Когда я его увидел, когда он мне сам, несмотря на его занятие, он мне видал время. Я видел, что это счастливая человек, он счастливый тем, что он живет, он насечен, он живет, он не тлит. Я хочу попробовать, я хочу попробовать. А, Камала Мала, а что вы ездите? Он смиренно, он сказал, что ты ешь то, что все с самого начала. Не переживай, не переживай, не время. Ты сможешь мать тоже какие-то ограничения. Пока что тебе не нужно. Постарайся затвердиться на своей платформе. Не старайся стать Камала Мала Мала Малого, но не два. Точно. Точно. Але я хотів, я хотів стати. Тобто, ото надихает, ото справді надихает. И я. Зміг ли я помню? Я не могу. Сила Пропопадакі? Да. Выбачайте, уже час, очень поздно. Субтитры делал DimaTorzok Сьогодні просаду готував Ігор Прабу. Мата Желеса допомагала. Мата Желеса склила гірлянду. Ігор зробив закупку на цей просад. Багато людині пожертвували, які вклали в гірлянду, теж в просад і дешевле Балабадри. Юра поміг привезти. Ну, в общем, дуже багато вклалося в медитації і зусилля, щоб все на мохата відбулася, несмотря на то, що це був середина тижня. Дякую всім, хто приїхали і підтримали нас. Субтитры делал DimaTorzok